Здравствуйте, с вами Александр. И сегодня я хочу рассказать вам о коляске от компании Cybex. Это немецкий бренд, модель называется Source. Это, кстати, очень сильно набирающая популярность коляска, поэтому давайте изучим ее с вами поподробнее. Так что вот эта коляска компании Cybex, модель Source. И сейчас я расскажу немножечко о ее сначала технических характеристиках, а потом мы с вами будем разбираться, почему она так быстро и сильно набирает популярность. В первую очередь она предназначена детям с 6 месяцев до ориентировочно 3-4 лет. Это ребенок должен весить не больше 15 килограмм. В этот момент обязательно учтите. И ее очень сильная сторона – это ее вес. Она весит всего 3 килограмма, поэтому это ее такой огромный плюс. Ну а теперь в деталях, почему она очень нравится людям. В первую очередь хочу сказать о ручке. Ручка здесь прорезиненная, очень удобная. Единственное, она не регулируется никаким образом, поэтому это может кому-то не понравиться. Что касается капюшона в коляске, капюшон здесь сделан из такой легкой ткани, он дышащий. Поэтому такой своего рода микроклимат для ребенка. Будет хорошо реализован в жаркую погоду в этой коляске. Он в принципе достаточно глубокий, кстати, капюшон. Он не закроет ребенка полностью с ножками, но туловище почти по колено будет ребенок спрятан от солнца. Регулируется он тоже очень простым способом. Вот так вот это выглядит. Что касается безопасности в этой коляске, здесь используется стандартная система пятиточечных ремней. Здесь ничего нового мы не видим. Также для безопасности есть бампер. Бампер здесь гибкий. И с одной стороны, ну только с одной стороны отстегивается. Мы отстегнули. Из-за того, что он гибкий, просто отгибаем. Посадили ребенка и спокойно защелкиваем обратно. Вот. И что мне понравилось в этой коляске в системе ремней. То, что, вот обратите внимание, это прекрасно будет видно. Здесь есть регулировка по высоте ремней, но не просто регулировка. Здесь чем выше, тем дальше они будут располагаться друг от друга. Это, на мой взгляд, очень продуманно сделано, потому что ребенок растет не только вверх, но и в ширину. Поэтому ремень будет у него находиться там, где ему, ребенку, будет удобно. На мой взгляд, это очень-очень грамотное решение. Далеко не везде это есть. Вот. Так. И по поводу места самого для ребенка. Здесь достаточно длинная сидушка. Такое уже полноценное сидячее место. Она широкая. И что мне лично понравилось, здесь очень высокая спинка. Поэтому даже рослый ребенок будет спокойно здесь помещаться. Спинка высокая. Это очень здорово. Вот. И чтобы привести положение отдыха для сна ребенка, здесь есть сзади, вот на спинке, вот такая вот необычная система. Система бывает тоже разного вида. Здесь используется такая нестандартная система. Здесь протянут такой ремешок с фиксатором. Здесь нажимаем кнопочку и просто оттягиваем его назад. И опускаем в положение лежа. В градусах здесь ориентировочно 175 градусов, если быть точным даже. Можно положить ребенка. Поэтому ребенок здесь будет спокойно себе и с комфортом спать. Уснул, капюшончик закрыли и вот, пожалуйста, уютненько и хорошо. Чтобы поднять обратно, соответственно, нажимаем опять же эту кнопочку и тянем за ремешок. Все очень легко и просто. Вот, собственно, так это все реализовано. Что касается шасси. Шасси выполнено из алюминия. Это очень прочная конструкция, достаточно, хоть и легкая, но бояться, что он там сломается, еще что-то не стоит. Это все очень добротно и качественно сделано. Колеса здесь тоже немаленькие. Все четыре колеса двойные. И проходимость у коляски достаточно хорошая. Кстати, она очень-очень легко рулится. Маневренная коляска. Управлять ей очень легко, даже, можно сказать, с удовольствием это все происходит. Колеса здесь, передние, они блокируются. Поэтому в случае необходимости повернули, зажали и поехали. Если там неровность какая-то, там еще что-то преодолеть, что-то. Отжимается так же кнопочкой. Все, спокойно едем дальше. Также здесь есть подножка. Сейчас я уберу эту штучку. Подножка, когда ребенок уже подрастет, спокойно будет класть сюда ноги. Очень удобно, мне кажется, место выбрано для подножки. Также в шасси вы можете увидеть здесь достаточно большой багажный отсек. В таких колясках летнего варианта, так скажем, багажный отсек, он обычно бывает такой небольшой. Здесь он достаточно большой, вместительный. Дно здесь мягкое. И везде по краям очень высоко расположена сетка багажного отделения. И она из-за этого глубокая. Поэтому можно загрузить его, и ничего, вываливаться у вас по дороге, в принципе, не будет. И что касается системы тормоза. Здесь вот на одном колесе есть кнопочка. Нажимаем, коляска, задние колеса блокируются, никуда не укатится. Чтобы поехали дальше, отжимаем. И, собственно, спокойно двигаемся дальше. И сейчас я покажу вам, как она складывается. Здесь на ручке сверху есть индикатор, рычажок, вот лок. Мы оттягиваем его в сторону и нажимаем параллельно кнопочку. Все, сложили коляску. Вот вы прекрасно видите, какая она тоненькая, компактная. Поэтому проблемы разместить ее в каком-то багажнике небольшом у вас не будет. Да и дома хранить, хоть на шкаф сверху закиньте, она плоская. И мешать дома не будет. На мой взгляд, это очень удобно. Зимой же вы навряд ли будете ее эксплуатировать. Поэтому на зимнее хранение, так скажем, можно положить, чтобы оно вам не мешало. Собственно, это все, что я хотел именно рассказать об этой коляске. И хочу подвести небольшие итоги. И скажу вам свое мнение по поводу этой коляски. Первый ее большой плюс. Она по сравнению с ее прямыми конкурентами стоит подешевле. Но она никаким образом не уступает конкурентам в качестве. Мне понравилась ткань. Очень приятная тактильная ткань. Очень хороший капюшон, удобная ручка. Здесь все сделано качественно. И также хочу опять же подметить, что я уже говорил про систему регулировки ремней. На вырост под ребенка можно очень хорошо и удобно. Есть бампер, хорошие колеса. Она будет такой проходимой. Большой отсек багажный. Здесь все сделано, на мой взгляд, очень даже неплохо. Поэтому, если ищете летнюю, хорошую коляску, качественную, самое главное, не очень дорогую. Мне кажется, компания Cybox смогла это сделать очень удачно. Поэтому мой совет обратить на нее внимание. Выбор, как обычно, всегда за вами. Но очень внимательно я бы на вашем месте посоветовал бы ее изучить. С вами был Александр. Ждите новых обзоров и удачи вам. Всего доброго.